мы приехали в коломну в музей пастилы нам предстоит одна очень интересная работа вот с тем зданием что вы можете видеть на заднем фоне о самой работе расскажу чуть позже при снимем видео но сейчас хочу показать посреди какая здесь красота какие интерьеры еще ничего не открыто никого нет но все то как это сделано конечно еще поражает мне очень нравится мы прибыли наш объект сейчас идем смотреть что нам предстоит делать заходим вот здесь да самое интересное в подвале но в него мы чуть позже спустимся вот здесь к примеру и тут есть на будет смотреть газеты дореволюционные более нам интересно так мы приступаем с первой комнаты сейчас наша задача снять как можно большего масштаба обои и посмотреть что под ними находится у нас есть зо вот например здесь мы уже встречаем но это советские газеты все-таки да а мы ищем это тоже сохраняем на больше мы ищем дореволюционные разные здания возможно какие-то записки но тоже тоже до 18 1918 но это уже хорошо это скорее всего кстати с 1918 это не да тогда да 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 интересные красивые обои мы нашли здесь постараться снять и сохранить их этот кусочек по крайней мере очень много плесени поэтому приходится очень аккуратно во всей и амуниции здесь работать так вот мы изучаем подвал здесь у нас практически нет листов поэтому мы просто сейчас исследуем а вот здесь есть сюда мы еще зайдем мы пришли в следующую комнату здесь сразу же под обои мы обнаружили книгу ну точнее некое количество страниц книги которая была явно церковная планировка какая же мы определить нам сложно здесь тоже идет работа вот тут рукописные штуки ну что пришло время разобраться со всеми этими коробками пусть их всего лишь две на видео на самом деле их намного больше все эти наши обрывки газет бумаг записок обоев все что мы привезли из коломны наконец-таки идет в работу мы вернулись к кусочком обоев из коломны очень долго шло согласование выбирали музей выбирал вместе там с консультантами какие конкретно обои они хотят повторить и вот один из этих вариантов сейчас надо раздублировать то есть то тут рисунок будут повторять поэтому его необходимо максимально освободить и отреставрировать так чтобы было видно полностью есть рисунок и еще несколько цветов несколько вариантов обоев выбраны но они более маленькие кусочки там посложнее будут работа но мы это посмотрим отдельно вот еще образцы тут маленький рисунок здесь рисунок побольше все это будет в дальнейшем восстанавливаться а сейчас идет процесс обеззараживания его ну и дочищает еще вот маленький кусочек вот здесь вот еще не убрали все эти образцы обоев были отобраны специалистами по обоям и они говорят что скорее всего именно эти рисунки обоев эти обои с наиболее близки к эпохи строительства самого дома так но собрать там и тут как такое как собрали рисунок а теперь надо его как-то точно также перенести на бумагу мне кажется можно прям тогда сейчас клеем это все смазать перенести а там уже выровнять потом да все эти новые задачи всегда заставляют придумать новые решения казалось бы все сложно вот и куски обоев соедини их да выклинь это не так все просто даже перенести с выбранные кусочки которые ты разложил на реставрационную бумагу уже не просто в общем такая картина у нас получается и так со всеми будем поработать клей там обратимый получается снять снова цикл штукатурка пришли вот это да не знаю вот здесь снялось хорошо от часть чуть прям совсем это я буду позже потом потому что вот а сейчас я приклею вот эту продублирую целом процесс здесь тот же самое обеззараживание и сейчас будем аккуратно очищать счищать нужно спасти этот маленький кусочек который удалось сохранить для того чтобы на нем увидеть рисунок сейчас здесь не очень хорошо видно ну то есть вот на вторую часть посмотреть снимаем с обратной стороны там еще один слой обоев ну по логике конечно он еще более старый чем те что заинтересовали но это уже может быть не там более распространенные были ли еще что-то известно но пока у нас получается в общем спасти нет второй кусочек а вот здесь вот мы видим уже обои которые которые отреставрированы высохли большой рисунок сложный интересный ну и вот эти кусочки которые удалось каким-то чудом спасти по максимуму что могли здесь почистили по максимуму постарались составить рисунок и дальше уже передаем все это на фабрику на этом на данном этапе наша работа с обоями завершена дальше уже будем через какое-то время наверное наблюдать результат как эти обои восстановят и сделают по ним новые рулоны которые пойдут на реставрацию того дома который мы с вами видели в самом начале видео